привет всем меня зовут елена и вы на моем канале у нас сегодня такое вот видео может с одной стороны неинтересно но тем не менее я решила показать у меня вот закончился в такой гелак написала подавцу то что я не нашла его может кстати девочки кто-то знает номер этого лака потому что я не нашла но мне продавец сказал ищите короче умный я так подумала потому что вот этот лак который от уно он такой на это как сказать витражный и вообще не пользуется меня спросом я подумала почему бы его не испортить да принципе похожие у них вот этот фон да можно как там кстати все получилось все шикарно к этому придем и я достала все свои блески которые у меня были и пыталась повторить этот цвет сначала добавила втирки которая такая цветная красная ничего не получилось получилось какое-то месиво непонятное то бишь я в эту парочку своих этих всяких втирок всяких блесток подоставала и попыталась повторить этот цвет у меня не совсем получилось но тем не менее в конце концов я очень довольна результатом могу сказать наперед спойлер что этот гелак теперь у меня в ходу а так у меня он не годик лежал просто так и вот тут я пытаюсь и сначала один цвет потом другие вид и нашла у меня такой белый песочек и добавила его тут и сначала добавляю сиреневый цвет почему-то мне показалось что что-то там блестит сиреневая тоже ничего не получилось в конце концов все-таки вот это белый он конечно спас и все шикарно получилось этот красный который получился тоже шикарно просто это не то что я искала но смотрите какая красота получается то бить если у вас гель-лак который лежит еще и полупрозрачный его естественно можно как и гель замесить и прекрасно он будет уходить кстати этот лак я не выкрашивала и не пихала моим клиентам да в лицо они сами находили его из палитры и вот добавил этот беленький песочек и она получилась да пусть не один в один но тем не менее это то что я именно искала она получилась а и аккуратненько не спеша я буду вывалять этот белый песочек в бутылочку да проблемка в том что этот надо же перемешать да вот вы спросите спросите как это все перемешать я добавила такой вот шарик покупала на алиэкспресс не могу сказать этот шарик тут там помогает то что все-таки гель-лака такая густая консистенция но тем не менее ну хоть что-то он помогает и вот таким ну как медленно и печально потихонечку я другим концом пушера добавляла вот этот белый парашютчик я слегка его там сболтала и потом покажу помочь чуть позже положила его просто боком и постоянно баночку перекатывала и вот вы можете посмотреть какой лак у меня был да вот это справа это который был слева который бы я хотела получить сейчас я естественно перекрашу у меня ну как палитра то же самое цвет то же самое название только надо перекрасить типсу так легко она снимается потому что типса не забавленная и вот этот гель-лак после того естественно что его хорошо перемешала я его выкрасила и повесила опять в палитру и у меня реально уходит а так вот год стоял никому не нужный а вот с блесточками прекрасненько пошел естественно этот лак такой полупрозрачный да он в два цвета прекрасненько перекрывает ногтевую пластину да пусть чуть не такой но тем не менее очень даже шикарный красивый цвет у меня получился почти одинаковый тот который справа от бонтрите он более такой красный да или более более такой полупрозрачный но тем не менее это лучше чем было поэтому если у вас есть такие витражные цвета почему бы их не сделать блестящими затем можно добавить витражный цвет более такого плотного лака и тоже витраж исчезнет и тут естественно меня понесло я решила исправить тот же самый тоже дня есть витражный синий цвет также хотела исправить его чтобы он был более интересный хотя у меня синих в принципе много таких с блесточками не могу сказать мне не ходовые синие с блесточками но тем не менее решила его исправить потому что вот таких цветов у меня маленькая тона да и просто подумала если не получится ну блин ну выкинули его и все то что если лака в кучу в палитре они практически все одинаковые и полупрозрачный то толку и содержать вообще нету их легче выкинуть и также я с этим лаком провела небольшие эксперименты добавила тот или иной порошок втирку и потом естественно когда мне результат понравился то я уже замешала и в конце потом попозже покажу что не со всеми лаками это паркановый это конечно красиво получается если лак такой полупрозрачный если лак такой плотный попыталась я изменить один цвет который меня бесит и меньше не получилось но об этом попозже и также видите добавила блестюшек и получился шикарный цвет хотя можно вот этот синий да у меня их очень много но идет ходовые только по 2 или 3 вот этот синий допустим можно как-то втюхать дизайн и тоже как-то его сделать ходовым как-нибудь может быть когда-нибудь я наделаю дизайны и вот эти две баночки я намешала и положила их просто на стол боком и потом периодически нет нет просто перекатывала и тем самым этот пигмент который внутри естественно там за пару дней он хорошо смешался поэтому очень даже хороший способ надеюсь вам пригодится не только какой можно гели смешивать также и герлаки также как я рассказала как можно смешивать цвета также можно цвета которые вас не ходовые их переделать почему бы и нет и сделать ходовыми то что допустим меня и палитра где-то 400 цветов но ходовые где-то 20 мне кажется желание все выкинуть на тени менее тут я пытаюсь а не помню чем а выкрасила цвет просто это видео давно давно снимала и не знала и куда впихнуть и потом сейчас не заимением видео не понимаю чего выкладывать решила озвучить этот кусочек который у меня лежит красивый цвет получился вообще легко перемешивается также с легкостью снимаю этот лак который мне был наклеен эти даже если они со временем от типсов отстает лак мне это не мешает а то его можно очень даже легко поменять или перекрасить и вот такой вот красивый цвет у меня получился очень даже интересный кстати можно поэтому не знаю сиреневого цвета там розового сделать его летовым почему бы и нет и вот сейчас покажу вам цвет который меня бесит у меня их штуки 4 хотела бы его изменить и у меня не получилось а может быть я очень быстро бросил это судила добавила начало втирку и получился перламутровый цвет кстати почему бы и нет перламутровый да но перламутровый у меня не в ходу у меня есть там пару штук и они вообще не в ходу поэтому думаю нет перламутровый не нужен попробовала добавить втирки и получилось месиво поэтому естественно это нужно все экспериментировать. У меня там спрашивают что лучше то или то это надо все экспериментировать. У меня другие материалы там. Другие фтирки. Это все такое дело занятное. Кстати очень интересно все это экспериментировать. И вот тут я показываю этот сирен, синий цвет, который у меня получился. И который был. Очень даже интересный цвет получился. Вот я показываю как я их положила. И вот так вот пару дней я их перекатывала. И все смешалось. Хотя мне кажется, ну там шарик лежит, конечно, но он не болтается. Он там не хочет болтаться. На этом у меня все. Спасибо большое вам за внимание. Спасибо большое за вашу поддержку. Пишите комментарии. С удовольствием их читаю. А мы увидимся в следующем видео. Пока-пока.